Кто-то видел ручку или ножку, говорит, мамаша, что с девочкой? Она говорит, я тихо отворачивалась к окну. Маме сказали, чтобы она выписывалась одна из роддома. Девочка не жизнеспособная. Мама подумала, зачем ей такое жить? Она развернула меня, положила под форточку. Был конец февраля, говорит, тебя мороз весь охватывал, а ты лежишь, молчишь, сопишь. Я, говорит, постояла минут пять, потом схватила тебя, завернула, и мысль больше это ко мне не возвращалась. Никто не знал, что у меня нету стоп. Я думала, что на меня никто никогда не посмотрит. Я ошиблась, мужики на меня смотрели, но я была очень придирчивая. Вот один из них был Виктор, с которым я жила. Я вчера читала «Полиции». Знаешь, как они слушали? Они хлопали даже, а-да. Протянула руку счастью, и оно пошло за ними. Так и стал он в одночасье счастью близким и родным. Жил он долго и счастливо, сделал много добрых дел. Стороной пройти мимо тех, кто был в беде не смел. Всем протягивал он руку, чтобы жизнью облегчить. Знал он мудрую науку и добро спешил творить.